В Армении обозначили красные линии, за которые не перейдет Ереван во время обсуждения вопросов открытия транспортных коридоров в регионе. По словам депутата от правящей парламентской фракции Мойшак Армана Ягаян, красная линия для Армении – это суверенитет государства, который распространяется не только на участки земли, но и на недра и воздушное пространство. Так депутат ответил на вопрос о том однозначно ли останется территорией Армении трасса, по которой будут проезжать азербайджанские автомобили. При этом известно, что дороги из материкового Азербайджана через Армению будет контролировать ФСБ России. Арман Ягаян считает, что вопрос о суверенитете этой территории не возникает. Но тогда зачем обозначать некие красные линии, которые никто пересекать не собирается? Отвечая на этот вопрос ОУХАС, ведущий аналитик Российского агентства политических и экономических коммуникаций ОПЕК Михаил Нижмаков отметил, что переговоры о разблокировании транспортных коммуникаций периодически становятся поводом для критики в адрес правительства Армении со стороны оппозиции. Оппоненты премьер-министра Армении Никола Пашиняна неоднократно высказывали мнение, что шаги в этом направлении выгодны прежде всего Баку и Анкаре. Не так давно с подобной критикой властей выступал, например, глава фракции Армения в Национальном собрании страны Сейран Аганян, заявивший, что Азербайджано-турецкий тандем намерен продавить коридор через суверенную территорию Республики Армения. Команда нынешнего премьера Армении стремится доказать внутренней аудитории, что способна не поддаваться внешнему давлению. Это, в частности, мотивирует официальный Ереван акцентировать внимание на проблеме терминов, подчеркнул Нижмаков. Наш собеседник предложил вспомнить тезис, который озвучивала, например, пресс-секретарь Никола Пашиняна Манек Геваркян в марте 2021 года. Ни о каком коридоре через территорию Армении не говорится. Но переговоры о возобновлении транспортных коммуникаций в регионе ведутся. На самом деле, внутриполитические споры, в чьих именно интересах обсуждается разблокирование коммуникаций. В нынешних условиях вряд ли могут всерьез навредить команде Пашиняна или принести существенный прирост поддержки для оппозиции. Если критика шагов по разблокированию коммуникаций и сможет стать составляющей для заметных протестных кампаний в Армении в будущем, то скорее в качестве второстепенного сюжета и на том этапе, когда запрос на жесткую внешнеполитическую риторику возрастет. А сторонники оппозиции будут находиться в более мобилизованном состоянии. Не могу не спросить и о странных высказываниях в Ереване, где звучат идеи привлечь некие карабахские власти в качестве наблюдателя в шестисторонней формат сотрудничества. Идея 3 плюс 3 на Южном Кавказе. Об этом заявил экс-депутат армянского парламента Арман Абавян, известный по своим частым выступлениям в политических ток-шоу на российских каналах. Очевидно, что формат 3 плюс 3 никак не может предусматривать участие представителей уже несуществующего псевдообразования. Для чего вбрасываются такие идеи, может быть, с целью сорвать реализацию шестисторонней платформы, которой в Армении относятся с опасением. Пока от представителей правительства и правящей партии Армении звучали довольно осторожные высказывания по поводу формата 3 плюс 3. Отсюда, например, недавняя реплика Никола Пашиняна, что этот формат не должен иметь повестку, которая уже обсуждается при участии Еревана в других форматах. Между тем, можно вспомнить, например, что в ходе прошедших в конце октября 2021 года на полях саммита группы 20 в Риме, переговорах глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюточеву Шаглу обсуждалось как раз использование этого механизма в целях разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. То есть для ведения переговоров по теме, которая уже обсуждается именно в других форматах. Выступать с более резкой риторикой – естественная роль оппозиционных политиков. Поэтому там, где Никол Пашинян просто указывает на частности, которые при необходимости позволят Еревану объяснить, почему он не спешит к участию в переговорах в таком формате, вопросы к повестке, представители оппозиционной среды будут выступать с предложением, заведомо неприемлемыми, как минимум, для Баку и Анкары. Продолжение следует...